Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Xiaomi VideoBlog, я не кан... И наконец-то я закончил обзор на телефон Xiaomi на 845 Snapdragon и с искусственным интеллектом в камере, и это телефон Mi Mix 2S. Я не агитирую никого покупать, это просто моё мнение, мне была возможность протестировать, я хочу просто с вами поделиться своим, как бы, впечатлениями. Покупать я даже цену говорить не буду, потому что в каждой стране она своя, каждый покупает в магазине, там на Али, это его дело, так что просто посмотрите видео, то напишите своё впечатление о телефоне, как он вам, поставьте, возможно, лайк, ну, пожалуйста, чуть-чуть, один хотя бы, можно два. Ну и всё, а так видео, возможно, покажется кому-то сильно длинным, оно где 10 минут, и я оставил тайм-коды в описании, и все ссылки тоже в описании, так что приятного просмотра. Итак, начнём. Телефон поставляется в такой премиум коробке, потому что обычно телефоны Xiaomi упакованы в простенькие коробки, даже свой, последний флагман Mi 8, и они упаковали в простую коробочку, такую прямоугольную, здесь она такая большая, дорогая, видно, серия Mi Mix для Xiaomi очень важная. Также, когда мы открываем коробку, мы видим, нас встречает вкладыш, где есть надпись, якобы, инновации для всех, намекая на доступность самого аппарата, а также есть подпись основателя компании Xiaomi Leidunia. И вот он, Mi Mix 2s, практически безрамочный телефон, комплектация обычная, зарядка и кабель. Сейчас телефон достанем, эй, вылазь, эй, как его высунуть? Да, ощущение, конечно, от телефона приятное, и это почти 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080. Я точно могу сказать, это из всех Android-смартфонов, наверное, самый маленький 6-дюймовый дисплей. Сидит удобно, выглядит классно, металл и керамика корпус. Также мы видим, что Mi Mix 2s сохранил прежние черты Mi Mix, это камера снизу, и впитал себе новые черты, это такая перевернутая вертикальная двойная камера. В принципе, выглядит классно, сканер отпечатков пальцев идет на задней панели, также есть разблокировка по лицу, но пока в эту прошивку ее не добавили. И давайте включим телефон. Нас, как всегда, встречает привычный нам MIUI, и это MIUI 9. Да, пока не 10, будем ждать десятку, но на данный момент телефон работает на MIUI 9.5 на Android 8.0. Также Mi Mix 2s по-любому получит новый Android Android 9, потому что это один из 10 телефонов, на который даже сейчас можно поставить официальную бета-версию Android 9. Первым делом я проверил обновление и установил последнюю версию MIUI 9.5.20. Также я сразу включил управление жестами, и могу сказать, что этот телефон, это, наверное, единственный телефон Xiaomi на данный момент, который жесты исполняет просто идеально. Работает все без глюков, все плавно, красиво, никаких фризов и подвисаний. Именно работает так, как должно оно работать. Так, мне кажется, коробка слишком большая, и в ней что-то еще должно быть. Давайте поищем. Фирменный чехол компании Xiaomi SoftTouch, он не силиконовый. Как вам такой чехол? И самое интересное, ради чего мы здесь собрались, это камера. У Mi Mix 2S используется новый модуль камеры, такой же, как в телефоне Mi 8. Это Sony IMX 363 на 12 мегапикселей. Если сравнивать фотографии Mi 6 и Mi Mix 2S, то мы видим, что Mi Mix 2S уже выигрывает. А если увеличить, то, без всяких сомнений, Mi Mix 2S сделал более четкую и насыщенную фотографию. Несмотря на то, что у Mi 6 передняя камера 8 мегапикселей, а у Mi Mix 2S 5, здесь Mi Mix 2S опять вышел победителем. Особенно это заметно при увеличении заднего плана, и видим, что детализация намного лучше. Также Mi Mix 2S за счет программной обработки может делать эффект боке на ту же переднюю камеру. Но есть один нюанс, который преследовал всегда модели Mi Mix. Это то, что камера у них снизу. И чтобы сделать селфи, вам надо достать телефон, зайти в камеру, перевернуть телефон, сделать селфи и перевернуть его обратно. Это можно сделать одной рукой, но не хотелось бы одной рукой переворачивать телефон, который стоит довольно немало денег. Это какой-то нюанс, к которому надо будет привыкнуть. Также Mi Mix 2S это первый телефон от Xiaomi с искусственным интеллектом в камере. Как это работает? Наводим, например, на траву, и телефон понимает, что это трава. Наводим на листья, телефон понимает, что это листья. Наводим на небо, телефон понимает, что это небо. И даже можно навести на машину, и телефон понимает, что это машина. Также еще телефон распознает текст и людей. Но это все, что я успел проверить. Раз, раз. Раз, два, три. Это мы проверяем стабилизацию на Mi 6. Раз, два, раз, два, три. Это у нас в кодеке 264. Первое видео было на 265. Посмотрим, в чем разница. Также по видео было ясно, кто победитель. Mi 6 вообще даже ни в какую не может сравниться с Mi Mix 2S. Там сочная, красивая картинка и очень хорошая стабилизация. И чуть-чуть лучший звук с лучшим шумоподавлением. Также Mi Mix 2S может снимать видео в 4К. И замедленную съемку в 1080p, 120 и 240 кадров в секунду, что именно сейчас вы и наблюдаете. Если сравнивать Mi Mix 2S с прошлыми моделями, это Mi 6 и Mi Mix 2, можно сказать, что Mi Mix 2S очень хорошо шагнул вперед. Также теперь можно с полной уверенностью сказать, что у компании Xiaomi есть свой камерафон. Так, едем дальше. Производительность. Понятно, что с производительностью здесь все на высшем уровне, так как в телефоне стоит процессор Snapdragon 845. Последний процессор от компании Qualcomm. Также телефон дополняется еще 6 гигабайтами оперативной памяти. В Antutu телефон набирает привычные для такого процессора баллы. 265 тысяч в среднем так набирает все телефоны, все флагманы на 845 Snapdragon. И если с интерфейсом все ясно, то в играх все точно так же. Все работает классно и красиво. Я не ставил много игр, я просто поставил последний Asphalt. И я вам скажу, что на 845 Snapdragon Asphalt работает и выглядит красивее и лучше всех процессоров. Я тестировал на разных, на 625, на 636, на 835 тоже классно, но так как показывает 845, не показывает нигде. Все четко, красиво, сглаживание, блюр. Действительно, как будто ты играешь на консоли. Понятно, никаких фризов, зависаний нет. Смысл ставить другие игры я не вижу, все будет работать точно так же и все будет работать классно. По поводу нагрева, телефон греется, но умеренно и быстро, в принципе, так охлаждается. И как это влияет на батарею? В телефоне уставлена батарея на 3400 мА. Также поддерживается быстрая зарядка и беспроводная зарядка. Да, это еще первый Xiaomi, который поддерживает беспроводную зарядку. Когда я открыл телефон, там было 92% батареи. Я скачал обновление на 1,3 ГБ. Потом зашел в Play Market, обновил все приложения в Play Market. Скачал Asphalt. Потом скачал Antutu, проверил в Antutu. И потом еще поиграл в Asphalt. Сделал эту запись, снимал камеру, видео, 4К, слоу-мо. Все эти вот для съемки тоже были кадры. Все на этом телефоне. И сейчас телефон дает нам 53%, то есть я почти наполовину его разрядил с очень активной работой самого смартфона. Если брать обычную активность людей, которые пользуются соц. сетями, там немножко камеры, то телефона вполне хватит на день. Также, возможно, еще на утро останется. В принципе, батарея держит нормально. Подводя итог, хочу сказать, что у Xiaomi получилось сделать действительно классный флагман. Именно флагман, который не вступает своим конкурентам. В этом телефоне есть все. Топовый процессор. Неповторимый дизайн. Он очень компактный, несмотря на размеры дисплея. Здесь классная камера с искусственным интеллектом. Беспроводная зарядка. NFC, Type-C. В общем, есть все, что делает этот телефон действительно крутым. За время пользования телефоном я получил только положительное впечатление. И, возможно, даже я бы себе его купил. Так что, вот так вот. А вам спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok